Всем привет! С вами снова GameBoom.ru и Ари Микс. И сегодня мы построим супер-пупер свежие новинки. А начнем мы с Castlevania The Lords of Shadow 2. Это продолжение относительно недавней игры первой части, точнее перезапуска или продолжения. В котором мы будем играть за Гебриэля, который стал Дракулой. А теперь смотрим ролик. Ари Микс. И это Гебриэл. Или Гавриил, как можно по-русски сказать. Если кто не помнит или кто не играл, в конце первой части, победив зло, мы сами стали злом. То есть он сам стал Дракулой, королем вампиров и все такое. И вот мы сидим, отдыхаем, попиваем кровушку, как внезапно нас стучат в дверь свидетели Иеговы. Хотят, наверное, книжечку впарить. Говорит, неправильно живешь ты, брат. Так, собственно, этот момент мы видели в демке. Сейчас будет небольшое обучение. То есть нам говорят, добро пожаловать в туториал. Ну, нажмем А, чтобы продолжить. Играем мы на компьютере с помощью геймпада. Но управление на клавиатуре с мышкой тоже есть. Вполне себе нормальное. Только вот один нюанс. Кнопочки для клавиатуре с мышкой не нарисовали. То есть даже если вы будете играть на Ким, то кнопки будут все равно геймпадовские. Если только это не переключается где-то в глубоком настройках. И так вот, баран какой-то проломил нам дверь. И изнутри барана выпрыгивают другие бараны. Железные какие-то. О. Спокойно, ребятки. Мы можем взять его. Боже, защити нас. Какое счастливое совпадение. Я просто умираю, как хочу выпить кровушки. И, собственно, сейчас начнется боевое обучение, которое уже вот началось. Так, вот сейчас нас научат блокировать. Нам нажать левый триггер. Бам. И нажимать Rapidly X, то есть быстро. Сейчас мы будем гасить этого. Вообще на куски разлетелся бедняга. Меня похвалили, какой я крутой. И... И в игре можно прыгать. Боже мой, как много игр сейчас, где можно прыгать. Так. И сейчас он сделает суперпупер-атаку. Это... Эту атаку нельзя заблокировать. Просто увернитесь от нее. Поэтому мы сделаем вот так вот и... Бедняга промажет. Бам, бам. А промах смерти подобен. Поэтому мы его загасили моментальненько. Потому что я все-таки Дракула и все такое. Я вообще лети и моментально гашу. Сдохни, дьявол. Оп. Оп. Только фиг помешь, кто это сказал. Вот эти рыцари. Даунята. Либо же наш Гавриэль. Так, вот нам помпас... Как можно быстро подняться показали. Надо нажимать А. Ты мой. Не-не-не, ребятки. Это вы мои. Кровинушка моя. Оп. Так, сейчас мы... Сделаем очень неприятную вещь. Мы соснем крови. Это, наверное, самый неприятный момент из... Начала игры. Оп. И это... Вкупе с... Нездоровым цветом лица. Отталкивает меня от желания стать самым вампиром. Оп. Если, кстати, не вовремя начать увертывание от этих... Неблокируемых атак, то они все равно будут целиться в вас, даже после того, как вы увернулись. Так, вообще-то... То есть, вот я слишком рано увернулся, и он повернулся и просто начал гасить меня все равно. Но просто не долетел. Так, вот, новая партия козликов. Если вас все еще просит подождать, и у вас черный экран, просто обновите страничку в ютубе. Или, если вы смотрите прямо на сайте, то... И вот у нас меч пустоты. Такой ледяной. Прямо как у Саб-Зиро. Дракула был реальный человек. Ну, вообще, да. Как бы. Но вообще неизвестно. Правда ли он был вампиром? Ну, я сомневаюсь вообще, что как бы... Дракула действительно существовал в качестве вампира. Как человек он точно был. Это гуманитально подтверждено. А Гаврил, это вообще, по идее, имя одного из архангелов. И, видимо... Потому что наш персонаж в первой части был... Был красивый и добрый. Поэтому главного героя так и назвали. Так, тут... Фишка еще боевки в том, что даже если вы начинаете атаковать противника, то его атака не прерывается. Поэтому... Как бывает в обычных играх. Поэтому довольно часто вы можете заметить, что я атакую, но меня все равно при этом гасят. И мы сейчас и запьем последние кровушки. Оп. Вот это вот вообще. Ни костей, ничего не осталось вообще. Просто руками он его изничтожил. Так, вот у нас... Козлик с рогами прибежал. И сейчас мы возьмем... Клыки хаоса. Чтобы разбивать вражеские обороны. Нажмем правый бампер. И прямо как арза... Сделаем все железные кулаки. Причем огненные железные кулаки. И мой все еще. Оп. Он вообще, короче, последний момент взял, повернул. Так, видели, да? Вообще. Сейчас даже нельзя переключить. То есть мы просто сейчас в прятки с ним поиграем. По кругу. Не, я его, короче, просто разорвал. Нафиг. Я насосался кровью. Не, нормально. Так, и сейчас вот это будет, так сказать, проверка. Здесь собрались враги разных степеней крепости. Как темное и светлое пиво. То есть чуваков со щитом гасить надо исключительно кулаками огненными. Потому что иначе... Иначе вот сейчас возьмем эту штуковину. Иначе щит просто не пробивается. Видите, никак... Никакой атак. Никакой атака. Ни легкой, ни тяжелой. Ни по области. Бам. Ой. Короче, вот... Лишний раз кулаком ударишь, они просто разлетятся на кусочки. Бах, бах, бах. Трипл комбо. Дышь. Так. Не нарушайте, пожалуйста, правила, которые... Так вот, я увернулся, короче, он все равно меня смог догнать. Ага, тут вот нам показывает, что мы все-таки можем лечиться, поэтому... Последуем совету и побегаем. Ага, он... Он про... Блин. Он проиграл. А мы вообще... Наши... Фирменный кнут возьмем. И будем просто махать вот так вот в все стороны, как Крато со своими. А я вообще не знаю, как у него оружие называлось-то. Я тоже не знаю, что это за клешник у него. Походу, это какая-то тьма у него на руке. На правой. Но знатокам серии и предыдущей игры, наверное, известно, что это такое. А я буду называть это красной руковой хренью. Ну и вот на этом боевое обучение закончилось. И мы, толкая огромного стального барана, будем пробовать выбираться из нашего замка. Да, и боевка немного напоминает DMC. То есть тут основная фишка точно так же, как и там. Это смешивание, так сказать, оружия, которое у вас повешено на разные... Как-то... Это бампер называется. Есть триггеры и бамперы. Единственное то, что в DMC оружие переключалось с помощью триггеров. То есть вы зажимали определенный триггер и включался определенный тип оружия. Здесь же это как бы сделало немножко по-другому. Ну, возможно, раскладку можно изменить. То есть DMC, оно было изначально рассчитано на более динамичный бой. Здесь же как-то попроще. Вот у нас элементы паркура. Если вы true хардкорщик, то вы сами должны определять путь. А для казуальщиков можно включить подсветку пути. И вот... Я каждый раз, короче, в этом месте падаю. Я в DMC, когда мы играли, раза три-четыре провозападился. Сейчас, когда проверяли трансляцию, я два раза подряд упал. И вот, короче, уже второй раз. И надо именно в определенный момент нажать. То есть окно очень маленькое. Во. Все. То есть паркур здесь вот такой. И вот сейчас мы включим подсветку пути. И вот маленькими красными пяточками она показывает, куда. Да, конкретно нам нужно идти. То есть это... Если вы заблудились... Ну, сколько я знаю, это работает только для паркура. Поэтому тут как бы проблематично заблудиться. И вот это вот... Вот этому у нас почему-то не научили. Есть вот такая фиговина. Это типа у ворот с воздуха. Так, и... Это какая-то... Кишка. Сейчас мы посмотрим, что там. Хоба. И это, судя по всему, наш замок. На который напали то ли хромовники, то ли кто. Короче, они злые, большие. И закованы в лад и спуляются огоньком. Что за человек? Такие вот это. Что есть человек, если это не... Большая кучка секретов, короче. Как-то так примерно. То есть он не ожидал этой атаки от людей. Особенно вот такой. И тут еще какой-то супер-архангел вылетел. Золотой. Вообще золото. Это самый тяжелый металл. Который более-менее распространен на земле. Так что довольна. Бог со мной, монстр. Ну, конечно, крестик себе на лбу нарисовал. Сразу бог с тобой. И это будет твоей роковой ошибкой. Сегодня твой последний вечер, принц Тьмы. Ой-ой-ой. Так, мы, короче, сейчас... Полечимся. Отправляйся обратно в ад, демон. Ну, я ж уворачиваюсь. Опа. Вообще, лапик. Бам. Опа. Чуп, чуп. Короче, этот мяч ему урону почти вообще никакого не носит. Да и здоровье меня особо не восстанавливает. Поэтому мы... Ой-ей. Поэтому мы возьмем супер-молотый. Оп. Увернулся. Так. И он, короче, тоже такой верткий довольно. Здесь... А, ей-ей. Куда-то улетел. Ага, вон ты. Ты сейчас сдохнешь. Ого-го-го. Так, мы сейчас посмотрим на его тактику, как он будет действовать. О. О, ух ты, я сделал контратаку. На, на, на. И сразу вынес ему пятую часть из здоровья. Так, ну-ка. Так, эта атака не как-то атакуется. О, он два раза ее подряд сделал. О. Вот, короче, надо просто нажимать блок вовремя. И все. Кроме моментов, которые не атакуются. Которые помечают особой штуковой. А, короче. А мы в демке мучились, гасили его. А он, кажется, так легко гасится. О-е-е-е, второй замах. Этот слинял. Бах. Так, ну давай уже. Экшен, экшен, экшен. Чувак там парит прямо на эту руке. Да. Короче, в каждой игре подобного рода, по-любому, должен он в этот момент с такими пышным прыжком. Это же все-таки приключенческая игра. Все дела. Как он, интересно, говорит, через эту маску, если у него даже дырки для рта нет. Там же должно быть слишком такое. А он, говорит, вполне себе четенько. Так, вот мы сейчас полетимся. Короче, я два раза увернулся от его. А он все равно. Ой-ой-ой. Сломать замок. Не надо мой замок ломать. Алло. Я тут живу. Покажите вардер. Прыгай. Ой-ой-ой. Так. Ха-ха, прикольно. Так. В какой момент надо уворачиваться? Что-то вот непонятно. Так они будут дохнуть вообще, нет? Так, отключим и включим наших стандартных штат. А, вот все, сдох. Сейчас мы соснем. Это налог такса. Кровая. Да. Вот это вот не очень. Вообще не клевый момент. Надо им добавить скелетиков, когда он их разрывает. Вот это было бы классно. Так мы миньончиков загасили. Разломать замок опять, я говорю тебе. Сейчас. Ой-ой-ой. Мы, короче, на гигантском кулаке ломаем свой собственный замок. С помощью гигантского. Дурка-робота. Да, как ты далеко, короче, делаешь ударовующее. Я просто поражен. Оп, оп, оп. Так, 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 опять. Сейчас надо по-любому опять. Воу. Так, 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 сейчас будет, короче. Опять. Проблемный момент. Оп. Во, все-таки я с первого раза угадал. Момент. Так, и что дальше? Оп. И я опять умер. Вот теперь мы телепортируемся, а не заново начинаем. Это классно. Бам. Так, и... Снова прыгаю. Оп. Вообще, вот, по мне, наверное, сейчас незаметно, но Принца Персии, первую, вторую, точнее, вторую и третью я прошел без особых проблем. Особенно в таких моментах. Потому что я, как бы, это, должен знать толк подобного рода штуковина. Ну, правда, там не было вот такого какого-то ягоря ванного. Поэтому вот... Оно очень, очень маленькое окошко. И оно сейчас заново не надо будет. Это, наверное, самый долгий момент был у нас, когда мы играли в демку. Все, тупо не мог добраться до самого верха. Попросить у рыцаря айфон. Да, колон не может же, у него же нет рта. А как он мог его заполучить-то? Чтобы заполучить айфон, надо будет либо с деньгами, либо с ртом. Тут по-другому никак. Ты не пройдешь. Ты же не Гэндальф. Ты не можешь мне такое сказать. А! Попал. А я и не в ту сторону. Попел опять. Попель. А вот теперь не попель. Так, 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 так. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Оп. И что? О, а сейчас надо будет опять заклепки ломать. Короче, гигантского, стального, железного человека можно победить, ломая заклепки у него на руке. Это... Это просто шедеврально. Я надеюсь, когда наши ученые сделают гигантского робота, они не будут делать его с заклепками. Какими-то серебряными, золотыми. Так, давай. Ну где? Я же подсветку включил, что не подсвечиваешь-то. Ага, вот. Миштяк. Прыгаю. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. А, теперь так, налево. И сейчас будет самый сложный момент. Просто... А, что ты? Что он на руку... А, просто прыгать не надо. Миштяк. И вот он опять пришел. Вообще, по идее, он даже крыльями не машет. Как он может зависнуть-то, е-мое? Даже из птиц зависнуть могут далеко немногие представители. Ой-ой. Меня порвало пополам. Ничего. У Дракула есть собственная система сохранения, которая называется... Консощна! Так, давай, в самый низ. Оп. Ну, попал, не беда. Оп, прыгнул, ништяк. Дальше, дальше. А, попал опять. Ну, короче, ничего. Жизнь мы потом еще насосем. Ой-ой-ой. Я вообще-то даже не заметил, что там была эта хрень. Просто пролез. Давай-давай-давай-давай. Ох, ништяк. Наконец-то. Да, я знаю. Я очень, короче... Кто смотрел, как я играю в бату, я люблю бегать. Не люблю сидеть. Ой-ой-ой. Так, мне тут надо кулаки. Бах, бах, бах. Оп. А почему меня задело? Так, вот этого мы мечом. Потому что нам нужно жизни насосать. Оп. Оп. Так, так, так. О, он их сам загасил. Так. И... Бабам. Круто. Наливай, братюня. Будь как дома, братюня. Оп. Вообще, как вот... Короче, один мужик впивается в шею другому мужику. И одному из них больно, а другому из них приятно. Это не очень как-то круто. Когда будет русская озвучка, неизвестно. Изначально игра в Россию будет из... Ну, издастся. Уже издалась, точнее. На чисто английском языке. Без русских субтитров. Без русских озвучек. То есть... Блин. Пока терпите как могите. Во время трансляции мы будем переводить... ...английский текст... ...моим шикарненьким голосом. Поэтому... ...смотрите. Если вы не знаете совсем английского языка. Да даже если знаете, все равно смотрите, потому что я классный. Мне мама так говорит всегда. Так, давай. Он сейчас замахнется, замахнется. Оп. Отлично. Они, короче, все время одно и то же говорят. Отодвинься, он мой. Отодвинься, он мой. Несмотря на дело, что мы пачками их убиваем, они... ...короче... ...все еще пытаются встать в очередь. ...чтобы мы их убили сами. Оп. Та-да. Они еще, кстати, могут выкручиваться, если не вовремя нажать... ...ктое. Сейчас мы попробуем это показать. Если я его не сгашу, да. Сейчас он, короче... ...бам. Ударил на него и вообще как новенький стал. Ай. Так, ну... ...у меня есть кулаки ярости. Поэтому я его просто расфигарил. В труху. Оп. Я, короче, прямо в прыжке был. У меня все равно попал. Что за бред? И... Та-да. Зачем это? Что это за запчасти вообще такие? Непонятно. Ну ладно, я понял. Что так долго это показывает? Бах. Бах. Очень неудобно, потому что наши атаки не прекращают вораженских атак. Потому что я... Не знаю, я в файтинге... В... Так, мы ждем, 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 не торопимся. Оп. Оп, оп. А-а-а. Да, это, короче, не Дракула. Это симулятор лазания маленького человечка по большому человечку. Не знаю, как это еще назвать. В то время, как на тебя, короче, охотится комар золотой. Который не высасывает у тебя кровь, а стреляет золотыми стрелами. Не знаю, вообще странная штука. И вот голова... И перед головой почему-то огромная платформа, чтобы можно было с легкостью выломать эти золотые заклепки еще раз. И много чуваков со счетами. Что они вообще здесь делают на машине? Непонятно. Может, это осадная, конечно, такая... Так, этот золотой чувак сказал, что сегодня наша последняя. День и ночь опять. То есть, он очень самоуверенный. Со своим луком. Да. Давай. Бах, теперь мы переключимся на мечик и немножко... Вот, как вот отсюда? Походу, прыгать не надо, надо просто уворочиваться. Потому что я-то наивный и думаю, что если... А-да, надо вот так вот делать. Я-то наивный и думаю, что если... Подпрыгнуть, то как бы я уйду из зоны поражения и... Бам! Заставил я своего. Он, короче, не умер. Что за дело-то? Так, ну давай. Дохни. Дышь. Они, короче, не умирают, почему-то, блин. А, да... Он же бесконечно будет ходить, ладно, тяжесть. Оп. Ништяк. Минус одна заклепочка. Опа. Тут надо... В самый последний момент от него уворачиваться, потому что он... Следит, походу, за нами взглядом. У него есть глаза. И он... Меняет направление атаки. Мне непонятно, почему они сгорают. Это вроде как люди должны быть. Или может, когда их кусаешь, они превращаются в вампиров и сгорают. Но хотя сгорают даже те, которых ты просто зарубаешь, поэтому... Непонятно. Возможно, нам потом это расскажут, покажут и все такое. Так, а если... О, да! Прыгнул. Вообще шикарно. Оп-оп-оп. И последняя заклепка. Бам! Та-да! Ян Батуз, поздравляю тебя с днем рождения. Если оно у тебя действительно сегодня, живи большим и здоровым. И не забывай про мои трансляции. На сайте gamebomb.ru Бах! Вот мне вот это добивание больше всего не нравится. Какое-то оно отстойное. Ну-ка, если быстро... Быстро комбинировать... Бах! Бах! Но оружие быстро довольно поменять не получается, потому что это надо на бамперы. Ну, может, дальше посмотрим, как оно будет. Вот этого последнего надо по-любому загасить. Оба! 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 Мечом, мечом! Кнутом, мечом, кнутом, мечом! Где он вообще? А, он уже помер давно, я кого-то там гашу все еще. Играем мы на компьютере с помощью геймпада. Но даже если бы я играл на клавиатуре с мышкой, то все равно показывались бы геймпадные кнопки. Потому что... Это... Это вообще эпик шаг был. Он просто наблевал на камень кровью. И он развалился. Хе-хе-хе-хе. Вот это... Вот это... Мэнь... Офигеть. И он просто падает. Блин, вытрись, а. Некрасиво. С едой на подбородке ходить. Короче, вот этот большой робот, который бил по замку и сделал разрушение меньше, чем этот робот, когда падал просто Данил Баженов, у тебя тоже днюхат, у тебя тоже с днём рождения Всех с днём рождения, у кого сегодня днюха Так, и Смотрим Иконка сохранения, вообще почти посредине экрана, чтобы мы, наверное, точно заметили, что игра сохранилась О, а, я думал рыцарь живой, оказывается, он просто выжил, чтобы умереть в конце, не знаю И внезапно вся атака прекратилась, все умерли Да, ну, конечно Чувака даже не передавила, не, ничего А, не, вон там, о Какие у него Икры Золотые У него золотая икра, слушай, интересно, его можно будет? Я бы крылья себе забрал У него даже глаз нет А у меня есть Так, я так понимаю, это Воня твоей души, отвратительно И чё-то, чё-то в этом роде, короче Ну, он, в общем, нас оскорбляет Опа Зато я умею делать контратаку, а ты не умеешь Лошара Так, вот это он просто отталкивает И Вот это я чё-то Замохал Так, и Ух ты Он может соединять мечи Боже мой Он Нефиг А, прыгать надо вообще-то Оу Чё-то как-то это Я у него совсем немножко здоровья выдал А он уже А он уже бешеный Отвравляться в ад Да мы живём же в аду Ты чё, не знал? Итак Чё теперь ты А вот теперь надо уворачиваться То есть у него и меч, и лук И вот эта фигня Это одно и то же оружие И я не читаю надписи, когда говорю Потому что там было написано, что мне надо прыгать А я А я А я просто вернулся Бах И чё я сделал? А, сломал ему меч Я не знаю, как это штуковина С двумя наконечниками называется Поэтому я буду называть его тоже мечом Ай-яй-яй Так, надо включить гулаки Оп Давай, иди сюда, иди сюда Бах Ой-ой-ой, я же Надо правильно нажать вовремя Ай-яй-яй Вот он просто А, опять надо ломать эту хрень Ну, короче, на Дарта Мола становится Да блин, прыгать надо Прыгать Чё ты не прыгаешь? Я избавлю мир От твоего присутствия Спасибо, но я думаю, что мир не против моего присутствия Потому что, как бы, у меня люди смотрят всё такое Бах Вообще, давать босса прямо так рано В начале игры, это довольно как-то Отстойно, что ли, я не знаю Потому что я даже простых-то врагов особо не убивал И сейчас я сдохну, походу, потому что А, у него даже две шкалы здоровья было, блин У него нет других приёмов, кроме как Соединять мечи и разъединять мечи Так, сейчас я буду Сейчас надо прыгать Ну, я прочитал написать А, может, вообще-то меч И лично Так Бам, бам, бам Оп, оп, оп Да, ну его атаку так не пробить Но нам это не надо, мы просто хотим Прыгать надо Мы просто хотим подлечиться Немножко Хотя, вообще-то пофиг На, на, на Ой-ёй Ааа Спасибо, я как бы из обучения ещё понял То есть мне написало то, что если этот символ появляется Значит, атаку нельзя заблокировать И от неё надо Увернуться, боже мой Как я раньше не догадался об этом У него все атаки такие неотражаемые Так чё теперь? Не бить его вообще, что ли? Сегодня будет твой последний вечер, принц тьмы Оп Хе-хе, промазал Мне б такой бумеранг Да ты сдохни уже, нет Так, всё, я здоровья достаточно накопил Сейчас мы будем его месить Опа Я научился эту хрень делать На, на, на Да, поломал Иди в ад Иди в ад Сам иди Давай, давай, давай У тебя теперь меньше здоровья, чем у меня На Так, надо вообще-то уворачиваться Ой-ой-ой Бах 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп-оп-оп? Так, он отталкивает нас Вот жалко, у нас нет никакого дальнего оружия Чтобы издалека Атаковать только ближнее Что-то Мне всегда было интересно, для кого Делают вот эти пометки Куда стрелы упадут То есть понятно, что это игра Но неужели нельзя как-то по-другому Это продемонстрировать То, что стрела упадет сюда На Все А как я ему шлем сломал Да, крестик он мне показывает Офигеть Что-то он там по-еврейски говорит Когда-то я был таким же, как ты С глазами Но твой Бог показал мне другой путь Но твой Бог показал мне другой путь И, короче, он снова повторяет Непонятные имена, которые я даже прочитать не могу Оп Боже мой, он может трогать вещи Вот почему мощь твоего Бога Не может уничтожить меня Потому что я избран им Они, короче, уже оба по-еврейски говорят Я не понимаю этого языка, к сожалению Короче, Дракула овладел силой света И просто Загасил всех лампочкой А, да, это латынь, точно Но на нем сейчас не разговаривают Только медики Офигеть! Ха-ха-ха-ха-ха Шикарно Апокалипсис, короче, устроили С помощью одного маленького крестика О, и теперь крест стал красным Классно Теперь я, владыка сит Насколько я помню В первой части Оружие было в виде Креста Из которого выращивался Либо меч Либо кнут Точно такой же Да, это латынь Я уже догадался Просто я, типа, шутил Все такое И он, короче, располавился Эх, бедный О, кстати, кто-то стоит С белыми волосами И мы просто улетели оттуда Как это романтично